всем доброго вечера дорогие мои ну вот и день закончился уже время половины седьмого же темно но каждым днем сейчас будет короткий и короткий день потом это будет это самое и как бы наоборот будет это рассвет будет ранний и может быть весне идет уже тепло на улице ну вот я вам снимал сегодня пенсионера без всяких у меня очень много друзей пенсионеров которые все равно имея пенсии работают я с ними тоже беседы будут делать чтобы вам было из первых как говорится чтобы вы знали чё к чему но теперь вот я отвечу на вопрос моего подписчика который меня сегодня спросил как раз это для тема для ролика я думаю это вот и мне спросили выжигать курили курит это спор я говорю нет как это так вы курили я сам хочу сказать что вот многие вот в интернет везде какие-то пластырем пользуются какими-то таблетками да чтоб бросить курить до единственное одно лекарство есть который для того чтобы бросить курить это сила воли я и не был никогда заядлым курильщиком никогда я вот может вам смешно будет но я курил обычно полгода год или даже один раз сам больше томске я курил два года и резко вот так взял пачку вот так бросили все мне мой друг ваня прораб он даже удивился ты чё говорит лысый я так откурил а ты гачу бросил что я грел уже не курю как это так я горнет и где-то проходит неделю он не спрашивает наверное за ягуря не курил я не курил и он тоже на меня посмотрел бросил сигареты курить вот я ему когда сказал зачем какие-то таблетки бросили все понимаете сила воли нужно на все надо сила воли вот многие говорят да вот вот он человек спился вот он человек это самое во все короче по кривой дорожке это все из-за отсутствия силы воли я вам сразу хочу сказать если сила воли есть ну и что то говорит вот он человек спился да ну чё чем-то такая что-то докажет кому-то докажет что ты спился вот сигарет я вот у меня вот даже вот лежат еще у меня вам пожалуйста под диваном пачек 20 разных вот этот со вкусами мне привезли вон мятой со всеми делами вот я вот когда куда-то иду какой-то офисе а знаю там курящие девочки за ним ментолом здесь не продают я пачку с собой забираю и захожу как бы это этого маню и мне же кофе-мофе готов уже другое отношение как бы как шоколадку помните свое время вот я же говорю сила воли она очень такая то я всегда так контролирую вот например я курить начинал иногда бывало какой-то стрессовый такой все равно раз когда закурушь думаешь как-то это самообман ничему не помогает и тут затягиваешься где-то месяц два месяца три месяца уже ходить трудновато становится уже одышка появляется а по не надо выкидываю сторону вообще даже от любых болезней даже да можно вылечиться имея силу воли даже от самых таких вот я помните же вы я же снимал геморрой вот мне такие это там сказали ой такие вот ой блин вот операции там и такие да взял эту пьявок нашлепали короче все и течение трех дней я в здоровый как это у меня уже как будто его и не было мне пугали ой а вдруг свертво смс крови а вдруг это а вдруг то то же самое у меня молодые годы язвы желудка также бабка татарка я я госпиталь прошел мне болит невозможно так и желудки это самое пошел рентген язвы желудка начмед был подполковник иванов русалкой такой советские времена были у вас язвы желудка я говорю операцию надо делать это очень у вас большой это и домой иду короче около дома это татарка бабка пенсионерка ее назвали еще главным редактором оба си ну так оба си одна баба сказала ну сами знают бабули какие это такая это но доброе было ну чё такой грустный ты ешь а я говорю мне вот так вот операция нафиг что случилось я тебе одну вещь скажу вот она мне посоветовала 10 дней вообще голодал и пил то что не надо пить свое как говорится нибудь дальше говорит вот я лежал как мертвый почти ходить уже не мог даже первые два-три дня у меня такой запах зата был как будто собака сдох а потом все прекратилось я 10 дней только воду и вот это и все через 10 дней у меня кое-что вышло не хочу говорить в общем короче она сама же меня молоком приходила отпаивала козьим молоком вот и через две недели я когда госпитал пошел не рентген это мы сделали я не понимаю это ты был тот рай или у тебя нету как язвы вот и все я за жутко я сам себе вылечил может для кого-то это фантастика но это у меня было любой человек может силу воли это будет надо бывает так вот вот этот человек вот по бабам пошел туда-сюда понимаете это все слабость воли слабость воли если человек силу воли женщину блин голову посадить перед ним в одной квартире комнату даже к ней не подойдет на силу воли человек понимаете силу воли человек перед ним перед бар постав с водкой с коньяками джинами он даже не возьмем он был просто воду пить или там лимонадик и все мне тоже самое я насчет этого как-то вот не знаю кому как вот сила воли мне всегда помогает выживать короче говоря поэтому сигарета бросить три секунды даже не надо никак таблеток моблета не хочу и все просто когда следующий захочется вот бросили до пачку сделал бросил вам надо подумать чему это может привести все когда вы о последствиях думаете о необратимости вы не захотите не курить ничего то же самое с другими то же самое и женщинами надо вспоминать наши молодые годы 5 минут наслаждения 10 лет охлаждения человека губит что спиртное деньги женщины и карты еще игра игры разного рода вот это азартные сила воли когда есть к этим вещам вообще близко не подойдешь а вот если сил воли нету человека тогда да тогда ты не ведущий а ведомый в авиации есть такой термин ведущий ведомый 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 ведущий понимаете за ним поэтому когда бы вы ведомый становитесь куда вас не звали идете тоже самое я плохими друзьями расстаюсь ну такими которые резко обрубаю и все на я потому что знаю что одна болтовня чем не от этого полу то тем более знаю человека сразу узнаю по каким-то критериям все я разрываю связи все даже не думая об этом моей жене бывший однажды она похвалилась моей маме моя мама однажды сказала гадиму в егар слушай ты говорит будь осторожна с ним ты думаешь он такой улыбается ходит вот так вот да все тепет твои эти замашки один день он уйдет и никогда не вернет а куда он денется ну да вы чё мама хорошо хорошо я тебе это сказала гадя его к своего сына характер знаю он гад плюет обратно плевок от не берет вот то же самое понимаете сила воли должно быть человека сила воли во всем и как и тогда все будет нормально а вот если воли нет ни курить не сбросите не спиртное мне она вот у меня литров на 30 стоит вино вот это черешневое да и пара бутылок коньяка еще водка мне друг приезжал привозил коньяк тоже мне привозили из москвы мой земля туркмен он прилетал на два дня еще в анталию я даже его санталии стоят у меня в кухне и голове не нажраться иногда бывает да хочется просто расслабиться или что надо найти другое занятие надо другой альтернативу найти и к этому делу не подойти так что если есть силы воли надо никакой таблеток никаких это пластырь вы как спросили вот пластырь если турции я даже не спрашивал может есть какие-то пластырь может есть какие-то таблетки но я хочу сразу сказать здесь как паровоз курят ребята и женщины тоже шлёп 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 вот так вот понимаете как паровоз я просто балдею много курят очень много в анталии с детства я не так уж много видел я вот здесь вот не буду врать женщин куряшек много не видел один-два раза в анталии блин вот так самое главное муж рядом идет он не курит а она короче во всю сигареты шмаляет и как-то вот там и молодежь курит и девушки парни мне кажется они считают что это скуривала какой-то вот показываете невзросление что ли или какой-то это вот какой-то вот это вот они как бы этим сигарета вот так еще так имеют перед друг другом вот так вот понимаете моляет так что я не знаю можете есть можете но самый лучший мой вам совет дорогой друг для всех сила воли если сила воли есть все будет нормально вот так возьмите пачку вот так один раз и вот так брось и самому себе скажите я себе уважать теперь не буду если я его буду курить потому что вы перед собой отвечаете что вы сам себя не буду тоже это самое страшное всех вам благ доброй ночи пока